Каждый родитель желает знать. Каждый родитель желает знать. Программа для пап и мам на Детском радио. Добрый вечер, уважаемые мамы и папы, бабушки и дедушки, наши взрослые слушатели. В эфире Детского радио программа для вас и я, ее ведущая, Елена Самойлова. Ваши чадо, думаю, уже отправились отдыхать. И правильно, наша программа адресована родителям, детям ее слушать ни к чему. Наступила тишина, и мы можем начинать наши родительские разговоры по душам. На этой неделе будем говорить о логопедических проблемах у детей, о том, почему они возникают и как их решать. И начнем с того, что выясним, что нужно для нормального здорового развития ребенка. Профессиональными советами с нами будет делиться кандидат педагогических наук, руководитель логопедического центра, доцент кафедры логопедии Московского психолого-социального института Ольга Азова. Ольга, добрый вечер. Добрый вечер, Елена. Каждый родитель желает знать. Итак, человек – существо говорящее. Речь – это, наверное, одна из самых важных составляющих наших коммуникаций. Когда ребенок рождается, родители радуются, а потом очень ждут, когда он заговорит. Потом, правда, часто не знают, как его остановить. Но очень ждут, когда он заговорит. Вот когда ребенок должен заговорить в норме? Или понятие нормы сейчас очень сильно растяжимо? Нет. Отвечу на оба вопроса, потому что они очень важны. Заговорить – тоже, опять же, это терминологическая история. Потому что для нас шагов к говорению очень много. Давайте по порядку. Что, когда и как должно случиться. Да, да. То есть, если мы говорим, когда ребенок пользуется уже полностью речью, все-таки это имеется в виду приложение и фраза. То есть, это возраст двух лет. Короткая фраза. Мама, иди, хочу пить, буду спать, идем гулять. Это все уже достаточно осознанное приложение. Но даже в год, когда ребенок говорит нам «мама», вот, казалось бы, одно слово, он никогда не отрывается от предложения. Потому что он не просто так говорит «мама», «мама» или «папа». То есть, это всегда осмысленная единица. То есть, минимальная единица существования в коммуникации – всегда предложение. В этот момент ребенок говорит «мама, возьми меня на руки», «мама, я хочу есть». Или как-то мы это докручиваем по интонации, по жестам, по мимике. И поэтому уже первые слова, они тоже для нас сигнал к тому, что речь начала формироваться. Но и до того, когда ребенок функционирует уже как человек с развернутым предложением, скажем, в три года, даже до года, мы оценим все, что касается речевой активности. Это и гуление, и лепет. И он тоже очень там своеобразно разный. То есть, это могут быть просто слоги неакцентуированные. Когда действительно ребенок пробует «мама», «мама», «а», «а», «а». А когда «а», это уже, так сказать, тоже отсыл к тому, что начала формироваться речь, связанная с социумом. То есть, когда ребенок обращает на внимание и пытает, ну, так сказать, речи родителей и других взрослых, и пытается копировать. И параллельно мы всегда, я обязана это сказать, потому что действительно родителям нужно на это обращать внимание, а чаще всего как бы отправная точка – это именно речевая. Но параллельно идут две функции. Гуление – голову держу, лепет, ползу, там сижу, иду, первые слова. И они взаимосвязаны четко. Четко, четко. И если одна из этих функций отрывается, а чаще всего первый – это звонок именно по движению, что-то не формируется, родитель уже должен забеспокоиться. Да, и ведь действительно, муж не перевернулся вовремя или вовремя перевернулся. То есть, для нас это очень важно. И дальше вот вы сказали по поводу норм. И тут самый главный постулат, который для меня, например, как для специалиста очень важен – норма существует и не может быть пересмотрена. Имеется в виду, что для нас существуют нормы по сахару в крови, температура. То есть, это не абсолютная точка, только в этот момент должно это произойти. По речи дается и по движению интервал, отрезок, когда ребенок должен в эти временные нормативные рамки уложиться. И если ребенок пошел, например, в год, все знают, ребенок идет в год. Но если он пошел год и два, и даже позже, это сейчас, и не сейчас, а вообще считается нормой. Вот, только оценивается не по одной функции, оцениваются и другие функции. И норм, которые связаны с речью, очень много. Это и введение консистенции, например, там, жевание, да, когда появляется твердая пища. У этого есть периодизация. Это сенсорные функции, сенсорное воспитание, когда ребенок обращает внимание на речь ту же. Или, например, следит за глазами. Это когда доктор приходит и погремушечкой ему будет, да? Да, 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 да. То есть, эти вещи, которые для нас также являются оценочными в развитии ребенка. Очень важная функция, которую я придаю, агромнейшее значение – это игра. Да, потому что наступил такой век, и уже про это можно говорить как изменение в течение нашей, так сказать, истории, когда дети сменили игровую деятельность, например, ну, меня это еще полностью, слава богу, не сменили. На компьютер. На компьютер, гаджеты, да. На виртуальную историю. Совершенно верно. И это объективная реальность. А для нас игра очень показательна в плане развития высших психических функций. И там четкие тоже достаточно нормы, когда дети должны заиграть, по каким функциям игра развивается. Ну, к игре мы еще вернемся. А правда ли, что развитие речи ребенка начинается еще, когда он находится в утрове мамы? Ну, как развитие самого человека начинается, с самого вот зачатия. То есть в нутробе мы тоже слышим. Просто вода, околоплодная жидкость, она плохой проводник. Поэтому с этой точки зрения, конечно, когда говорят, что наши дети, например, все выговаривают, потому что мы занимались с мамами. И вот они слышали... Потому что мы читали им сказки. Ну, да, есть даже такая программа, ну, ее можно назвать, но для меня она не критична, как для ученого, что ли, в данном случае. По развитию доутробному. Конечно, в эмоциональном плане это все здорово. И читать, и взаимодействовать, состояние мамы, адреналина, который вырабатывается в крови и дает вот эти сигналы удовольствия. А не интеллект. Нет, конечно, конечно, вы правы абсолютно. Здесь важно отделять эмоциональное от научного, скажем так. Хорошо, а тогда когда пора начинать с ребенком развивать его речь? Ну, мы ведь буквально не занимаемся этим. Жизнь так устроена, что за нас все придумано. То есть мы живем вместе с ребенком, а все, что вокруг, оно и развивает. Тогда что нужно делать, о чем забывают современные родители? Да. Вот очень важно, когда мы, ну, действительно сейчас все приспособлено для младенцев. И настолько всего этого много, что обустроить место, где будет находиться младенец, легко. И, кстати, и перевозбудить тоже легко. То есть дать обратный эффект. Но, согласитесь, сейчас уже никому не придет в голову просто положить в белой комнате ребенка. Там обязательно будут бортики у кроватки. Какой-то мобили, кстати, его не к лицу лучше ставить, а к ногам, чтобы оно просто звучало. Ну, когда мобили перед лицом, это очень близкое расстояние. Это не предполагается, чтобы... Или это повыше тогда, чтобы... Какое расстояние должно быть? Я не назову вам. Это надо вот к педиатрам, наверное, они знают. То есть... Но не близко. Не близко. Вообще ничего не надо, как вот такое слово скажу, подсовывать, раздражать. Все, с младенцем нужно себя вести аккуратно. Потому что даже просто вы вывезли коляску на улицу, и ребенок увидел голубое небо, а в следующий раз на этом небе будут ветки от дерева, например, там, да, попал кусочек такой. И облачка. Или облачка, и солнышко, и птичка пролетела. И это тоже развитие. Это тоже те самые мобили, которые создала природа. Но мы как бы пользуемся этим и не задумываемся о том, что для ребенка это очень важно. И где-то залаяла собака, и он повторил. Вот оно, первое копирование. И он как само животное повторит. Без еще абреса, который мы говорим, звукокомплекс, звукоподражание. Там аф-аф, не будет говорить. А будет именно как та собака, грозная или маленькая, будет копировать ее вот тявканье, гавканье. Вот, соответственно, это и есть развитие. Мы с вами на радио, и мы действительно с вами постоянно говорим. А вот для ребенка не нужно быть радио включенным, который без конца транслирует что-то. Есть периоды, ведь и у человека обдумывания. Тишины. Тишины, покоя. Поэтому все очень разумно. Вы одеваете ребенка гулять, и, естественно, у вас эмоциональное состояние настроено, чтобы его погладить. Сказать добрые слова. Ну, ах ты мой маленький. Ручку протолкнуть и еще чем-то сопроводить каким-то добрым в руководчик. И, естественно, это, естественным образом все это происходит. Вот таким образом мы формируем. То есть специально развешивать по стенам буквы, символы. Месячному ребенку. Да. Или двух, или трех месячных. Это ничего не нужно. Потому что это обман. Или самообман. А еще хуже. Это развитие тех вещей, которые травматизируют, невротизируют ребенка. Потому что в это время нужно сосредоточиться на физиологических процессах. Ну, вот я обычно студентам говорю такую фразу. Скажите, можно ли приучить ребенка к горшку в месяц, два, в три? Даже если мы очень будем стараться, мы этого сделать не можем. И тут можно вспомнить опыт, например, советского периода, когда держали... Не было же подгузников, которые сейчас, памперсов, да? То есть детей держали после приема еды над ванной, чтобы были естественные, так сказать, потребности удовлетворенные. Это ведь подгузники экономили, тряпочки, да, вот эти всякие пеленочки, да. Соответственно, никто никого не тренировал. Это просто родителям так было удобно. И поэтому вот все, что угодно мы будем делать, ребенок не будет ходить в это время в туалет. Но наступает возраст не позже двух лет, когда ребенок должен пойти на горшок. И это обязательно должно произойти. На самом деле это происходит даже раньше. Как только ребенок начинает сидеть, ему предлагают вот этот маленький такой стульчик, да, который еще и для другой функции нужен. И постепенно ребенок приучается, формируются сигналы, которые, так сказать, в кору головного и не только в кору поступают. И ребенок по требованию и по словам родителей, которые напоминают, начинает эти функции формировать. Вот в организме все очень взаимосвязано и не раньше, и не позже. И поэтому вот эти корреляционные корреляции этих функций для нас тоже очень важны. Видите, опять два года. То есть, а сейчас, если... А что делать, если сохранили, например, тот же подгузник? Ну, плохо. Мы передержали эту функцию. Дальше, когда синдитивный, это называется, наиболее благоприятный период проходит, то ребенок уже не начинает не пользоваться этой функцией. Она, наоборот, социально отказывается от нее в три года. Если я сам, то после трех лет уже одевай ты меня, мама, лучше. Это гораздо удобнее. Дети очень быстро понимают, что этим можно тоже пользоваться. Дети рождаются не глупенькими, а потом умнеют. Они сразу рождаются умными. Просто кора, которая достаточно простая, действительно, рождает свой практически белый лист бумаги, на которой там формируются элементы, вспышки сознания, так сказать, она постепенно пишется. И одна функция, вторая функция. К школе, например, появляются последние функции, которые предуготовлены по чтению, по письму. Все, кора готова, ребенок должен идти и вот обучаться. То есть после семи лет на эту кору ничего не пишется или продолжает писаться? Нет, все продолжает писаться на всю жизнь. Я имею в виду, есть некая последовательность по речи. То есть дальше просто отдельные уже не речевые функции, а ответвление внутри самой речи. То есть чтение письма – это тоже речь, только письменная речь. А по функции речи много очень разных. Ну, например, там те же какие-нибудь словесно-логическое мышление. Оно от слова «словесное» внутри, там оно формируется больше в школе. Формируются ли зачатки до школы? Да, конечно. А естественно, логика-то же тоже существует до этого. Просто мы активно этим не занимаемся. А многим, например, специалисты сейчас говорят, надо этим, например, заниматься. Форсируют эту функцию. Все против ребенка. Туалет не ходим на горшок, а вот логику развиваем. Ну, например, да, там, опять же, фразу не говорим, но вот почему-то уже знаем символы, которые называются буквами. Совершенно верно. И вот то, что касается чтения письма, вот та кара, которая нужна для этих функций, к этому возрасту формируется. Поэтому нужно… и формируется эта потребность. И ребенок сам начинает про это говорить. То есть надо идти, в принципе, за ребенком. Да, я всем всегда рекомендую очень простую книжечку. Она доступна абсолютно всем. Называется «Записки мамы», да, вот «Мамина книга», в которой написана норма развития ребенка по всем функциям. И не надо ни предвосхищать, ни торопить, ни запаздывать, а примерно смотреть. Потому что, еще раз говорю, там написано, например, 7 месяцев-9 месяцев, от года до полутора лет, ну, например. И все внимательно, так сказать, прочитав, следить за этими функциями. Никуда не опоздайте и не будете торопиться. И можете только навредить, если будете выращивать в 3 года юного вундеркинда, от которого будете ожидать чтения. Да, энурезы, заикания, головные боли, головокружение. Все, что связано с вторичными вещами по неврологии, обеспечено. Просто у кого-то более сильная нервная система, и вы продолжаете ставить опыты над ребенком. Да, да. А у кого-то очень лобильные, и быстро вылезают вот эти нежелательные для человека вещи. Но ведь есть же дети, которые сами, например, начинают рано читать, сами проявляют интерес, сами спрашивают. Все как в жизни. В жизни есть исключения, эти дети являются исключением. Мы всегда опять тут же, как вы, Елена, сказали, идем за ребенком. Хочет – даем. Просил – ответили. Конечно. Все даем. Зачитал – он нас не спрашивал на это. У него есть на это свои собственные потребности. И если мы идем умно за ребенком, то мы ему и не навредим. Пожалуйста, пусть читают. Есть такие дети. Опять же, понимаете, у всей нормированности есть достаточно, действительно, очень большие границы. За одной границей будет не норма развития, связанная с когнитивными функциями, а именно по степени снижения, допустим, умственная отсталость, задержка какая-то. Ну вот это вот все. А с другой стороны отрезка, так называемая гениальность, там вундеркин, да и туда укладываются, допустим. Но процент там очень маленький. Очень маленький. Мы помним про это. А дальше опять же болезнь. То есть это могут быть люди, у которых, ну, допустим, очень этим отличается, здесь синдром Маспергера или высокофункциональный аутизм. То есть когда ребенок берет функции, которые в этом возрасте являются звоночком для того, что, ну, тоже не все в порядке. А если все в общем и целом соответствует норме, ну, и отлично радуемся. Какой умненький, классный. Ну, то есть если в 5 лет ребенок начал читать, и в этом нет ничего не страшного, ничего великолепного. Это просто такая у этого ребенка норма. Да. А 5 лет хороший возраст. Почти все дети к этому возрасту хотят, потому что это функция предуготовленная. Вот даже мы в достаточно с вами в обедненном пространстве сейчас находимся, но за вашей спиной календарь, и там есть цифры и буквы. И ребенок знает, что его окружают эти буквы и цифры. Потому что мама читает, папа читает, он сам берет книжки в руки, и там тоже буквы. Он вообще в курсе того, что буквы его окружают давно с самого рождения. А может случиться и так, что его больше будут интересовать цифры, и ему захочется их складывать, например. Ну, это, как правило, вот вещи сопряженные. То есть и буквы, и цифры вызывают одинаковый интерес. Ну, символика, символика. Да в данном случае любые цифры, попались бы ребенку, например, римские цифры, он бы заинтересовался римскими. Просто они не попадаются. А так как у нас альфабетическое письмо, у нас не иероглифы, то вот у нас, вот это нас окружает. А если это на правовосточный мир, там Япония, Китай, и там будут везде иероглифы, и детям очень рано подсовывают все это, потому что там еще технически очень сложно использовать этот ребенок на салфетках, буквально там пытается уже, чтобы он что-то пробовал писать, что, ну, повторяю, это технически непросто. Есть такая информация, что в настоящий момент дети начинают говорить позже, и проблем с речью у детей больше, чем, например, там лет 20 назад. Это действительно так? Это действительно так. Вы хотите причину? Да. Хотелось бы понять, почему это происходит? Ну, это происходит потому, что, на самом деле, мы заложники социума. Так произошло, что на нас влияет огромное количество, кроме физиологических причин, генетических причин, экологических причин, еще и социальных причин. То есть сейчас, и оно может, понимаете, надо говорить очень про это мягко, потому что легко обидеть людей по этому пункту. Сейчас, я скажу такую фразу, рождается практически все, кто зачинается и кого хотят. То есть не сами родители отказались, а раз этого ребенка зачали, и мама хочет с папой, чтобы он был, то его всячески вынашивают. Запланированные дети. И не только. В принципе, даже если уже привыкли к тому мысли, что ребенок есть, и мама на каком-то периоде узнает, что у нее, скажем, угроза какая-то или еще, но она хочет этого ребенка, то она хочет его сохранить всяческими путями. И правда имеет на это право. Да, но, естественно, это за собой несет вот эти, ведет другие последствия, потому что природа, она же так устроена, что если почему-то вот эта угроза идет... Значит, что-то не так. Ну, вполне возможно, что это не так. Понимаете, тут опять этика встает, так сказать, поднимает голову и тоже имеет на это право. Это уже не эмбрион, это уже человек. И раз так, родитель может сказать, я хочу его растить. И вот у нас, например, в центре проходит сейчас реабилитацию семья. У них 9 детей, это священческая семья. И вот, допустим, 9-й ребенок с синдромом Дауна. И мама сказала, что мы были благодарны Богу за то, что нам подарили 8 здоровых детей. Неужели мы не примем особенного ребенка? Это очень здоровая позиция. Очень важно, чтобы общество это тоже транслировало. То есть, понимаете, мы идем с вами сейчас по очень скользкому льду, по краешку льда. Не нужно учитывать как те голоса, так и другие. Но тут нам надо смотреть. Мы как с вами? Как физиологи, как психологи работаем? Как реабилитологи или как родители? И у всех будет своя позиция. Тут очень-очень сложно дать вот такой однозначный ответ. А когда ребенок уже рождается, есть какие-то обстоятельства, которые тоже влияют на то, что у него позже появляется речь? Задерживается развитие? И есть такая расхожая фраза. Всем родам из родов. Она жестокая, эта фраза, потому что все самые основные проблемы происходят в основном во время родов. Быстрые кесарево сечения. То есть, оно как благо кесарево сечения, но так и несет многие осложнения. Можно про них поговорить, если нужно. Но мы можем это просто обозначить как факт. Затяжные роды, стимуляционные роды, слабая родовая деятельность. Потому что девочки тоже молодые, слабенькие очень многие. И, понимаете, вот опять же такой факт, когда был физиологический, вот этот эволюционно-антропологический подход, выживали сильный. Сильный давал сильный апартон. Да, жизнь сильному. И следующий сильный, опять же, сильному. И вот этот цикл, он достаточно был понятен. И, соответственно, когда рождается более слабый ребенок, и мы его прекрасно воспринимаем, потому что мы действительно радуемся всем людям. И это правильно, и абсолютно здесь нет никаких двух мнений. Мы живем среди людей, мы все-все одинаковые, мы просто люди. То есть просто сейчас такой этап в развитии человечества, когда человечество может себе позволить выхаживать более слабых. Да, но, опять же, более слабый, мы опять же с такой генетической точки зрения зайдем, он может уже дать более слабое потомство. Каждый родитель желает знать. На этом время нашей программы подошло к концу. Завтра мы продолжим беседовать о логопедических проблемах у детей. Поговорим о том, как влияет на развитие ребенка сам процесс его появления на свет и то, как прошли первые дни жизни. Напомню, наш гость на этой неделе – кандидат педагогических наук, доцент кафедры логопедии Московского психолого-социального института Ольга Азова. На сегодня я, Елена Самойлова, прощаюсь. Если у вас есть вопросы, касающиеся воспитания и здоровья детей, оставляйте их на страничке нашей программы на сайте детифм.ру. Кстати, там же вы можете еще раз переслушать все выпуски нашей программы, которые уже были в эфире. Более того, послушать этот и другие выпуски программы «Каждый родитель желает знать» можно в любое время на популярных подкаст-платформах. Просто заходите в Apple подкасты, подкасты ВКонтакте или Яндекс.Музыку, пишите в поиске «Каждый родитель желает знать» и слушайте. Не забудьте подписаться на подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски. Всем хорошего вечера. Программа для пап и мам на детском радио.